На Тайманте я работал последние два года. Как давно надевали к стейнеру? Год назад, 15 октября. Именно тогда Виктор Михайлович сложил полномочия судьи, а 16 октября ему исполнилось 70 лет. Прошу встать. Здравствуйте, прошу вводиться. Судья со стажем или легенда судейства, так говорят про Виктора Бурлуцкого. 42 года он вершил правосудие. За плечами десятки тысяч дел. По первой профессии он зубной врач. Заочно выучился на юриста. Молодого специалиста отправили набираться опыта в Аббатский район. Я приехал, горы дел. Все шкафы забиты делами. Мы уголовные еще рассматривали, судни соседних районов, а вот гражданские эти все, они вообще не рассматривали. Буквально мне сказали, все рассматриваю. Ну как? Все рассматриваю. Я один, не работая нигде, ни в каких органах, и я стал их рассматривать. Так и начался трудовой путь. Благодаря пытливому уму и настойчивости все получилось. Больше 20 лет отработал в Аббатском, потом перевели в Елуторовск. Виктор Михайлович, ну вот зал заседаний. Какие ощущения, когда вы здесь уже больше не работаете? Вспоминая, как есть дела, рассматривал. И большие дела рассматривал. Включая, вот в этом зале оправдывал людей. Елуторовскому суду Виктор Бурлуцкий отдал больше 10 лет. По его инициативе здесь сделана реконструкция здания. Появился первый в районе зал присяжных. Позже судьба перевела в Исецкий суд. Каждому месту он отдавал частичку себя. Ну что, внуча, тебе шах. Это в шахматах он с легкостью принимает решения. На заседаниях каждое действие продумывал несколько раз. Работа всегда была на первом месте, признается супруга Виктора Бурлуцкого. Человек в 42 с лишним года работал без выходных. Честное слово, без выходных. Вот такая вот работа у судей. Поэтому я старалась, по крайней мере, и дети тоже так же. Ну, обеспечить ту надежные. Дети, к слову, пошли по стопам отца и тоже стали судьями. Надеется дедушка, что и внуки продолжат династию. Он судит плохих дяденек, тетенек и тех, кто плохо делает всё. Привыкнуть к жизни пенсионера Виктор не может до сих пор. Да и окружающие не дают. Нередко звонят коллеги за консультациями. Помогает детям. Словом, работа не отпускает. Надо уметь разбираться в этих правоотношениях. Тогда как-то и даже преступление, даже понять, из чего оно сложилось. И доказательства, надо разложить по полочкам, доказать это. За почти полувековой стаж работы у судей Бурлуцкого десятки наград и медалей. Но самое ценное первое от Министерства юстиции СССР. Через семь лет от начала стажа, как доказательство того, что молодой судья справился с задачей. У меня получалось. Поверьте мне, у меня получалось. А раз получалось, значит, оттуда и любовь к профессии, и желание работать. Елена Старожук и Евгений Проскуряков. Тюменская служба новостей.